Ну что же, все империи друзья, с вами снова Хоксида и Паферон, и вы наконец-то дождались. Вы это так долго ждали, и вот наконец-то наступил финал первого чемпионата по Плэнс Версу Зумис 2. Усаживайтесь, поудобнее пей, берите. Чаёк, за ваше здоровье. В этот раз я решил сделать 10 раундов, но все они со спаум зомби. И первый раунд, я думаю, легкий раунд, раунд со спаумом вот этих прошлых зомби разных. Итак, гороховая хватка уже убила одного. И да, все растения тут на седьмом левле, а капитаны на десятом. Гороховая хватка тут на десятом левле. И вот уже все зомби скатываются к центру. Гороховая хватка выстрелила. Вышла обезьяна, её убили. Гороховая хватка просто так простреляла воздух. Неважно. Мертвяки приближаются. Гороховая хватка сожрала снова обезьяну. Её тут снова прострелили. Начинают жрать хватку. И так, залогово. Гороховую хватку съедают. Переходят к гороховому стручку. Сейчас подойдут все. Вот это Аки старается их обстрелять. И давайте посмотрим. И нет, она не смогла. Но как эпичина. Всех с них сваливается головой. Теперь посмотрим, как с этим раундом справится команда липучкометного риса. Ой, липучкометного тигра. И как вы видите, зомбоиды тут с морковкой на башке. И вот липучкометный рис станет зомби. И она уже может бросить до 3-4 риса на одного зомби. И вот она быстро стреляет. И вот рис вот это станет ещё сильнее. И каким-то образом тигр переместился на другую дорожку. Это какой-то ПВЗ-дичь. Ладно. Ну и тигр с зомбоидами и липучкометного риса просто одни за другим вот это уничтожает вот этих зомби. И тигр, и зомбои. Ну в общем, это капец. Команда победила. И я, если честно, в шоке. Раунд с пятью ведроголовыми зомби и кардиозомби, который будет их бафать. Итак, давайте посмотрим. И как вы знаем, сразу же Горохохватка проглотит одного мертвяка. Ну и начинают Акия и Гороховая... И Горохова вот этот стручок обстреливать кардиозомби. Но он уже начал бафать зомби. Уже третьего простероидили. Ну, короче, сделали астероидным. И все зомби ставили на астероидах. Их начинают жирать потихоньку. Давайте посмотрим, справится ли команда. И Гороховая хватка уседает. Стручок следующий. Но Аки не справится. И это поражение для этой команды. Эх, жалко. Липучкометный тигр. Вот, что ты нам покажешь? Давайте посмотрим. И вот, выходят ведроголовые. И вот это кардиозомби, которого сразу же станет липучкометный рис вместе с другим мертвяком. И вот кардиозомби бомбят. Уже зомби потеряли свои шлемы, кроме двух зомби. Но они не скоро потеряют. И уже они все умерли. Ну а зомби будет... ПАХУ! Извиняюсь, погибают. Интересный раунд. В нем находятся зомби-суперфан, а также его имп, а также зачем-то из поддержки The Corp. Итак, вот они, гонщики нелегальные, бегут и сбивают все три растения. Сразу же мгновенное поражение. Так еще и зомби прорвутся, наверное. Посмотрим, как справится команда липучкометного тигра. Ну в общем, выходят суперфаны, выходит тигр, он станет нескольких зомби, но они все-таки успевают сломать игровую траву и справились с ними. Давайте посмотрим. Липучкометный рис закидывается и липучкометным рисом. Как бы это странно ни звучало. И вот выходит зомбой и начинает их всех бомбить. И многовенно бомбят, вот взрываются, я в шоке. Но один выжил и взорвал его. Давайте посмотрим, сможет ли зомбой победить импов-суперфанов. Давайте посмотрим. Он подходит и начинает сжирать его, а импа от этого взрывается. Один взорвался. Это победа. Что-то похолодало, не правда ли? Или мне просто кажется? А, нет, мне не кажется. Это же раунд с ледяными зомби. Правда, тут не только ледяные зомби, но и подарки видны. Ну ладно, уже некоторые зомби съели, некоторые идут. Тут пролайбиты, тут ледяные, тут ледышка головая, тут ведра головая, тут птица додо. И птицу додо, это, конечно же, проблема. Ведь они перелетели, вот эти вот плиты, а у этих растений нету по флангу. Да и если бы были, то та, которая на первой линии, её вообще никак не достать. Поэтому сразу же понятно, что тут у нас поражение. Но давайте посмотрим на исход битвы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а что же нам покажет команда липучка метного тигра? Давайте посмотрим, может у них тоже произойдут проблемы с птицами додо. Итак, птица додо находится на пятой линии, но взрыв липучка метного риса может вот это и задеть её? Она немножко покалечена и смогут ли её убить? И да, её успели лопнуть. Давайте посмотрим, что будет дальше. И вот, начинает пожирать. Вот это, один зомби пожирает другого, круговорот зомби в природе. Итак, давайте посмотрим, что будет дальше. пожирает импов у пролоббит там на второй полосе. Он потерял вот эту клыбу, он потерял свою руку, он всё, умер. И вот импов взорвали. Это победа для этой команды. После предыдущего раунда нам нужно согреться. И этот раунд как раз нам поможет не только согреться, но ещё, в принципе, сгореть. Раунд с факирами, а также вот это зомби факир, факир, вот это ветеран, а также вот этот дядька из цирка, который. Ну, и он по очереди сжигает все растения. Капец. Идём дальше. Идём дальше к команде липучка-мётного тигра. Давайте посмотрим. Итак, ну вот выходит факира и, конечно же, их начинает встанеть липучка-мётный рис. На них набрасывается тигр, факиры его сжирают, огонь останавливается из-за риса и тигра снова сжигают, факир приближается к тигревой траве, но всем погибает от тигра. Короче, победа. Ура! Раунд со всеми различными обладателями, животными, животными и вот это йети. И если вы подумаете, что я хейтер команды вот этой горохой хватки специально сделал так, чтобы команда вот это проиграла, то это не так. Просто я лежал на диване и думал, какие раунды сделать и решил сделать раунды со спауном зомби, а хитрожопа ласка прорвалась и сожрала наши мозги. Ну, капец. Посмотрим, а справится ли команда липучка медного тигра с этим раундом. И давайте посмотрим. Снова быки. Вот эти ветераны засполнились тут. И вот это два быка снова успели прорваться по краям. И эта команда тоже проиграет. Ну, главное, что вот эти летающие зомби это тоже проблема. Ласку на этот раз вот это успели вот это убить. Давайте посмотрим. А, нет. Теперь уже не одна ласка, а целая орда пошла вкушать наши мозги. Дважды зашибись. Ну, а сейчас будет самый вот конечно капец раунд. И вы сейчас увидите трех зомби-кобоев. Думаете, ну, три зомби-кобоя, что они-то 50-го левела. То есть у них увеличенное здоровье и они одним укусом любое растение могут съесть такое дымление. То есть это типа гаргантюа, то есть даже хлеще. Давайте посмотрим. Итак, уже второго села горохохватка, но ей не хватит времени, чтобы съесть еще одного. Или будет. Давайте посмотрим. И нет, не справилась. И этот зомби-терминатор идет уже гороху-стручку, он его съел и Аки будет следующая. Это уже какой-то хоррор-фильм в ПВЗ. И нет, все-таки зомби дошел до косилок. Поражение. Жалко. Интересно посмотреть, а сможет ли хотя бы немного посопротивляться команда липучка медного риса. И зомби как раз вот интересно, но они появились здесь по центру. Давайте посмотрим. И вот так, блин, снова уведомление у меня только при озвучке. Итак, вот, начинает обстрел, тигр мунаина погибает и тоже будет самое зомбой дым. Итак, зомби столпили с кучку снова и вот зомбой начал пожирать, тигр вообще лопается как воздушный шарик в них и большой и маленький и маленький и вообще все но зомби эти все приближается эта команда даже вот одного зомби не сможет пока что убить не смогла пока что убить предыдущая смогла ж двух убить. Итак, давайте посмотрим, что будет дальше и остается только чепучка медный рис давай посмотрим сможет ли он или его сожрут и его сожрали эти долбаные терминатор раунд с отражающими зомби и хочу сказать этой команде капец потому что тут зомби с лопатой зомби шут зомби дамочки зонтом и все это вот это они могут отбить все их снаряды особенно главная проблема это шут потому что отбивает снаряды двух растений а также может отбить голову который принят хватка вот только один шут соло побеждает всю команду и поставляет остальных и все от него сдохли жиза теперь посмотрим как справиться с этим команда липучка метного тигра этой команде повезло ни один из этих снарядов не может облить ни один зомби странно что дамочка не может отбросить вот это липучком метный рис ладно ну пока я это говорил уже почти всех зомби бомбанули и осталось только два шута вот это туарестидон и это праздничный шут которого медленного дорожка хотя она пыталась и его взорвали победы он сейчас будет так сказать сложный раунд который просто капец и все зомби которые могут мгновенно уничтожить растение их столько много и вы видели нет у меня просто нет слов просто а но справится ли с этим раундом команда липучка медного риса хотя я думаю вы уже знаете что возможно нет да посмотрим тут я кстати даже рыбаков добавил если вы заметили я тут просто куча зомби просто а а Ну и на последний, десятый раунд я не стал заморачиваться и просто выпустил Гаргантюа. Пять Гаргантюа. Не, ну а чё? Она уже хватка взяла и сожрала, потому что это маленький Гаргантюа, остальных не смогут. Но сейчас будет капец, все они переходят на одну линию, их начинают обстреливать и вот из-за корпуса бросил импа, но уже перезарядилась хватка и сожрала его. И вот, они уже уничтожили хватку и переходят к стручку. Уже двух Гаргантюа убили и давайте посмотрим дальше, что у нас будет. Уже убили третьего Гаргантюа и эта команда убила трёх Гаргантюа из пяти. Не плохой результат, но всё равно она проиграла. Давайте посмотрим на команду липучкометного тигра, сможет ли она справиться. Давайте посмотрим. И вот выходят все вот эти пять бактерий. У этих три должно быть, ну вот, пофит. И вот одного уже там, наверное, взорвали, не видно, вот это за другими Гаргантюа. Ну, наверное, взорвали, потому что переключились на другого. А вот этот Гаргантюа решил вот это бросить своего Гаргаимпа оттуда, но его вот эта липучкометная риса бомбанёт. Пока что вышли Замбоиды, Тигры, ну, короче, вы поняли. А вот и вышли цирковые импы, и это проблема. И из-за импа эта команда проиграла в этом раунде. Ну, давайте посмотрим, сможет ли они убили всех Гаргантюа. Похвально. И по итогам всего нашего первого чемпионата по ПВЗ-2 победителем оказалась команда Липучка Мётного Тигра. Давайте я её поздравил в комментариях. Ну, а если вы хотите создать свою команду для второго чемпионата, то переходите на телеграм-канал ссылка в описании. Ну, а всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!